по большому счету в одессе было не так уж много по-настоящему великих врачей их можно сосчитать на пальцах одной руки у каждого естественно образуется свой список но вот почему-то уверен борис яко чрезник обязательно окажется в этой заветной пятерки я помню как он приходил к нам вечерку были все дочи деревянка знаю как началась борьба за создание детского центра был в курсе событий организации этой детской лечебницы одесский вестник пропагандировал как мог эту инициативу детских врачей словом если кому-то хронология сей уж не такой давней истории потребуется можно изложить подробности только вот убежден те кто 16 апреля соберутся в зале заседания городской думы не парят себя подобными фактами уже уверен готова стройная версия необходимости перевода учреждения с центра южной пальмиры в район дачи ковалевского естественно самый неотразимый аргумент близость к морю дети должны дышать свежим целебным морским воздухом она дворянской угарный газ и шум машин но если это главный аргумент это смею напомнить что прибрежная зона одессы увы мало чем отличается в этом смысле от исторического центра машин и там хватает а шум от пяти и на развлекательных заведений что работает пять месяцев из 12 точно не способствует крепкому детскому сну момент второй о котором говорят врачи центра резника случае переезда 60 процентов от нынешнего состава специалистов ждет сокращения давайте называть вещи своими именами будут сокращать профессионалов которых набирал сам борис якоч а потом и его ученики у меня вопрос к чиновникам горздрава в южной пальмире перебор с хорошими врачами у нас полный порядок с квалифицированными рекаями могучими быстро и качественно помочь детворе судя по жалобам одесситам на качество медицинского обслуживания в адресе дело обстоит далеко не так убежден суть возможного перевода центра резника на дачу ковалевского желание освободить в историческом центре здания для дальнейшей передачи продажи аренды какой-нибудь медицинской страховой компании мечтающий заполучить особняк пригодный для развития выгодного в недалеком будущем бизнеса я хорошо помню недавнюю ситуацию вокруг городской станции скорой помощи которую точно также мечтали закрыть связи с переездом в другое место и только вмешательство депутатов областного совета сорвало этот план всего лишь несколько цифр центре имени бориса яка черезника проходят лечение или диагностику каждый третий ребенок одессы штатное расписание здесь индивидуальная запись к специалистам расписано на месяцу вперед город оплачивает только зарплату и коммунальные услуги похоже что депутаты городской думы большинство замахнулись на самое святое для каждого человека здоровье детей неужели эти господа еще не наелись недвижимостью старой одессы украинские депутаты